Приём-приём, друзья, на связи Шадимен, Леди Леска. Всем привет! И Нуби Кубик. Привет, друзья! Добро пожаловать в новый видеоролик и сегодняшний день начинается у нас прям-таки в нашей лаборатории, потому что прямо сейчас на улице безумнейшая жара. Говорят то, что на улице сейчас даже всё плыхает и надеюсь то, что нам сегодня не нужно будет туда идти. Но ты прямо сейчас не ленися, обязательно поставь лайк под этим роликом. Видишь, слева появился, так скажем, термометр от огонька до снежинки. С каждым лайком он будет опускаться и температура постепенно будет снижаться. Видишь, опускается всё ниже, ниже и ниже. И после этого, как ты поставил лайк, обязательно жми на кнопку подписаться. Ну что же, а также сегодня у меня для вас, вернее у нас для вас есть супер крутая новость. Дело в том, что у нас появилось расширение лаборатории. Ребят, давайте покажем. Короче, ребят, во-первых, мы сегодня наконец-таки, нам не надо будет ничего строить для того, чтобы спасти всех жителей. Теперь, каждый раз, когда у нас с вами будет происходить какая-то опасная ситуация, катаклизмы, мы просто всех будем приглашать в нашу новую лабораторию-бункер. Ну что, погнали заходить? Да, смотрите. Давай скорее уже не терпится, посмотрите. Итак, у нас стоят здесь новободные вороты, и давайте... Смотрите, очень много всего. Огромная. Да, давайте начнём с того, что я вот так сначала осмотрюсь. Оставок зелени, ребят. Вот просто посмотрите, какие масштабы здесь. Тут ещё есть такие растения, зелени, там плющ ещё есть. В общем, давайте постепенно. Мы построили специальный блок для жителей. Теперь, если каждый раз что-то на улице происходит очень опасное, у каждого из них есть свои комнаты. Здесь есть кровати, там висят телевизоры, есть вентиляция, в общем, вы видите, воздух тут ходит, и растения растут, так что... Да, у них всё есть. У них поспать есть и поразвлекаться. Телевизор, например, посмотреть можно. Да, теперь, к примеру, если нам захочется пойти, вернее, жителям захочется пойти в туалет. У них вот здесь вот есть туалет, вернее, это душевые. Да. То есть снизу душевые. А если подняться вот здесь... А вот наверху там туалеты уже есть, снизу душевые, чтобы он помыться, если что? Именно здесь уже как раз таки идут тутики. То есть здесь, в полноценном, можно жить? Да, здесь можно и жить, в принципе. То есть, а... Отлично. Жителям не нужно будет уходить, спускаться и так далее. Вообще, отлично, нет, я бы сам здесь жил бы. То есть вот здесь у нас идёт подъём, но это ладно. Так, здесь мы с вами посмотрели. Ой, ребятушки. Теперь... Ой, ты куда? Ты что, зашла куда? Там жители закрыли специально. Так, теперь пойдёмте покажем то, что у нас с вами сегодня так же, то есть, в туалет сходили, теперь нужно покушать. Это всё тоже предусмотрено. Покушать невкусно. Здесь у нас есть маленькая вот такая вот столовая. Здесь еда, вода. Вот это вот моё любимое. Здесь вообще всё есть. Всякие вот запасы воды. Здесь вот плавности разных, хлеб, петельцы, разные напитки, вкусняшки. Да-да, здесь очень круто. Я бы сам не отказался снять. И ещё раз напомню, что сейчас на улице безумнейшая жара, а мы с вами здесь находимся. Мороженое. А сейчас на самом деле не так жарко из-за того, что это вот тут вентилятор есть. Верно. Также, перейдём дальше. Если кому-то станет плохо, у нас есть доктор, который сегодня находится здесь. То есть, каждый раз, когда на улице что-то опять же происходит, доктора приезжают к нам сюда в бункер и находятся здесь. Так, здорово, ну что, как дела? Привет. Да пока что всё в порядке. Все пациенты, ну так скажем, жители, всё в норме. Пока что никто не обращался. Да, всё хорошо. Ну и отлично. Тут тоже у них два этажа, кстати, смотрите. Смотрите, здесь наверху ещё другой доктор стоит. Там ещё палата? Не, наверху получается здесь зона для докторов. Диагностика. Да, да, да. А снизу для пациентов. Слушайте, ну это вообще крутая. А шотико надо сюда пригласить. Кстати, телевизор тут есть тоже. Это же получается мини-город, да? Знаете что? Не приглашайте сюда шотико, потому что он за бесплатным будет, там всё есть. Так, пойдёмте на второй этаж. Конечно же, мы не могли забыть про нашего капитана, потому что полиция тоже тут вместе с нами, короче. Так, капитан, здравствуйте. О, привет, шутилеска. Нубик, слушайте, у меня для вас как раз дело есть, вы освободились. Да, почти, мы сейчас показываем, короче, что тут, да как, а что такое? Ну ладно, вы да покажите, а потом придите ко мне. Дело на самом деле всё-таки, я тут подумал, очень даже серьёзно, и... Да, помощь потребуется. Да, всё хорошо, понятно. Так, ребят, давайте тогда ускоримся. В общем, тут у нас, получается, у капитана вот такая вот комната. Тут у нас локеры есть полицейские, тоже телеки стоят. Вода есть. Классно, кабинет. Круто. Можно даже, смотрите, вот эти вот полки книжные, можно на них залезть дальше, посидеть. Ну это прям вообще очень полезно для полиции. И, конечно, мы не могли забыть про себя, у нас тоже есть своя маленькая комната. Вау, костюмчики. Здесь, к сожалению, у нас с вами не у каждого свой дом, а здесь у каждого свой угол. Так что как-то так. Наоборот, прикольно, вечером сад ложимся, там что-нибудь перекидываем друг к другу вот так вот через эти. А, тут для Брока, тут для меня. Да, это вообще-то для Брока и для меня, а вы там с Леской будете вместе находиться. Угу, а как залезть? Я залезть хочу. Куда? Вот так, опа, вот что делаю. А также с вами у нас есть собственный туалет, чтобы туда не ходить. У нас есть душ, туалет, короче. Вот и всё. Это для меня. Что, пойдёмте к капитану, может быть, он что-то там говорил, там задание какое-то важное. Капитан, говорит, что это очень серьёзное дело. Чего там такое случилось, что-то прямо на серьёзное дело? Капитан, что случилось? Ребята, в общем, дело такое. Мы, конечно, все эвакуировались, но говорят то, что трое жителей всё-таки пропали. Возьмите в сундуке фотографии, я вам сейчас опишу каждого. Ммм, да, конечно. Так, хорошо. Так, подожди, а как сфотографировать? Так, эээ... А какую берём? Так, каждому по три. Три жителя пропало, каждому по три фотки, получается. А, я понял. В общем, смотрите. Первый, который в зелёной одежде такой полностью, зелёная одежда, зелёные глаза. Это грибник. Пропал, но перед тем, как жара началась. Где-то здесь, недалеко, на реке у него находится палатка. Вот, в принципе, вся информация. Следующий житель, это который такой на полицейского похож, в синей шапке, белой рубашке. Это охранник в медцентре. Тоже непонятно, куда пропал. Ну и последний, ну, просто житель. Где-то находится тоже прямо сейчас. Как я его искать, тоже понятия не имею. Так, понятно. Так, всё, мы забываем. На улице там такая жара, то что без костюма выходить нельзя. Ультрафиолет очень-очень завышен. А у нас есть свои костюмы? Да, у нас костюмы есть. Ладно, жители бросать нельзя. Вы представляете, что с ними может случиться там? Уже вообще страшные буки будут. Всё, капитан, мы тогда, если что, на связи. Надеюсь, всё будет окей с ними. Так, всё, побежали скорее, там жители в опасности. Подожди, шаги, получается, смотри, у нас же бункер, а связь здесь ловит, да? Мы же как-то глубоко под землей получаемся. Ну да, у нас же современная лаборатория, по сути. О, ребят, возьмите, берите очень много, прям на всякий случай побольше прям питьевой воды. Я прям очень много бутылок с собой взял. Я 12 штук взял. Так, а ружки берём, да? Оружие, ой, да, ружки тоже, я думаю, на всякий случай возьмём. Еды, инструменты, факела. Понимаю то, что там светло на улице сейчас, но всё равно. Ну, может быть, если кто-то потеряет, или мы в пещеры куда-то попадем. Кто-нибудь мне, пожалуйста, в магазин одолжите, всё забрали. Магазины? Я только своё взял. Я больше взять не мог. Ой, извини, я забрал случайно. Всё. Итак, ребят, короче, первая цель у нас с вами, это житель Грибник в зелёной одежде. Где-то у него находится палатка на улице. Одежда, он... На палатке, да, палатка, да. Так, всё, я иду. Побежали. Фух, придётся сейчас выйти из зоны комфорта, так скажем. Ну, если честно, здесь вообще так уютно, потому что я бы не против здесь остаться жить. Слушай, вообще очень классно, я хочу прям с ночевкой остаться, мне интересно, что тут как вообще. Мне тоже интересно. Тут такая еда, ещё даже вкуснее, чем у нас дома леска готовит. Ой, Нубик, самое главное, вообще мне тоже столовка сейчас подражать. Что там совсем плохо, да? Добро пожаловать в ад. Тут всё горит. Ё-моё, мой дом, ребят, у вас тоже дома горят. Следите за датчиком температуры посередине у вас. Нет, всё тут космарь. Ребят, это бесполезно тушить, пока что жара. Деревья все выгорели, ё-моё. И температура постепенно расти начинает, ребят, так что я предлагаю шевелиться постепенно. Давайте искать этих бедалов, где они там вообще. Пока что мне ещё не жарко. Так, грибник. Грибник, сказали, возле реки. Возле реки где-то у неё находится. Слушайте, а река-то, смотрите, уже почти испарилась. Давайте пробежимся вот здесь по берегам реки. Ой! У меня уже, знаете, у меня термометр, ну, кружочек посередине становится уже жёлтым таким. А у меня он такой коричневый, типа. Да-да-да, ну типа коричневый, да. Что-то типа этого, короче, оранжевый какой-то. Так, пойдёмте. По реке надо бежать, это река. Господи, ребят, я не узнаю. Вы помните, тут трава была, сейчас тут просто оранжевое всё. Да мне вообще обидно. А мы сможем возродить деревню нашу как-то, а? Так, душим это. Столько труда и вытопить. Если какая-то супер-пупер пожарная там станция прийти, то мы сможем спасти. Слушайте, нам придётся с вами, если что, периодически в воду окунаться, чтобы температуру повышать. Поматка! Я вижу поматка зелёная. Да, я тоже вижу, я тоже вижу. Нубик, смотри, как возле твоего дома, по сути. Так, он есть там? Нет, тут нет его. Посмотрите. Зелёная одежда, зелёная палатка. Так, давайте думать логически. Началась жара, паника. Типа, что он будет делать? Палатка не спасает. А слушайте, а может он в лес побежал для того, чтобы там в тиге постоять под большой тенью? Может быть. А хотя в лесу уже, в лесу же, по логике, очень много там горит всего, потому что дерево очень хорошо горит. Ой, там какая-то красная фигня, смотри-ка. Это огненные муравьи, это огненные муравьи. Вот, Нобик, ты боишься муравьёв? О, муравьи! Вон, смотри. Вон там повыше ещё. Ой, что за звуки? Это, наверное, какие-то муравьи, серьёзно, да, животные. Я корзинку вижу с грибами. О, это тоже грибник, потому что он же должен что-то забирать с грибами. Так, давайте, может, рассредоточимся как-то. Ой, тут муравьи красные. Ой, за тобой бегут! Смотрите, он, получается, бросил свою корзинку и куда-то пошёл. А куда именно пошёл, мы не знаем. О, смотрите. Может, хоть туда-туда. Ребят, тут какая-то такая маленькая пещерка, и там бутылки пустые. Он тут был, значит, скорее всего. Значит, он пить хотел и выпил эти бутылки. О, кстати, тут температура даже понижается. Да, тут... Подожди, он тут был, а потом-то куда он делся? Почему его здесь не делся? Вот куда-то, видимо, из-за огненных муравьёв он куда-то дальше побежал. Слушай, а может, они его покусали, и он вообще там... Вон... Надеюсь, нам всё хорошо, надеюсь, нам лучше. Вы видите, что там? Так, вон там их много. Кошмар. Я вижу то, что везде какая-то бескрайняя пустыня. Вот тут справа какая-то есть, типа, пещера, я не знаю, может, там... Ой, ребята, и тут очень много в пещере. Они тоже, видимо, знаешь, прячутся от жары, да? Да? Нет, они-то, я думаю, нет, они же огненные. Слушай, ну что думаете, может, в пещеру обследовать уже нам исследовать? Наверное, да, придётся. Там просто справа была одна большая. Вижу, 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 вижу. Его, это он, это он там, да-да-да-да. Это он, мы нашли его. Есть чем брать? Да. Давайте. Всё, забрал его. Ой, вот он ничего себе убежал, как далеко от палатки. Окей, миссия на одну треть выполнена. Следующий, получается... А там на второй, это полицейский такой, типа. Ну, нам известно, да, нам про охранника известно, а про третьего ничего не известно. Так что, наверное, лучше идти туда, про кого нам известно всё-таки. Слушай, я вообще не понимаю. Никого вообще ничего не знаю, не знаю, как мы его искать. Может, случайно попадётся как-нибудь. Наверное. Хорошо бы, если так. Так, пойдёмте к дороге вернёмся, наверное. Слушай, ну если нам быть... А он из какой деревни житель, кстати? Мы же не сомневаемся. Ой, ё, я думал, вы меня бьёте. Нет. Муравей! Ё, тут тоже всё горит, прям дорога полностью. Жалко так наши вообще... Так, побежали в больницу, короче, погнали. Чем быстрее в больницу придём, тем лучше будет. Подожди, мне воды попить месяц. Да, давайте, давайте. Но вот это мы же не будем его носить, пока всех не найдём. Ведь мы должны его очень быстро отправить в больницу, чтобы с ним всё было хорошо. Кстати, пока что мы вон там гуляли, я как-то даже охладился немножечко. Я просто... У меня жажда, я даже как-то не замечала этого. Да, у меня это жажда уже серый, не такой жаркий. Да, 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 у меня так же. Немного в воду окунулись, в пещеру зашли, и всё нормально. Так. Я в воду к носу ничего не привезу. Фу, шаричка. Я пойду немножко в воду, мне читают. Да, прям совсем плохо уже. Угу. У меня сейчас жарко-жарко, даже голова укусится начинает. Слушайте, я тут таблички вижу какие-то. Так, всё, я иду. Какие таблички? А, тут написано, что происходит, почему всё горит. Ребят, мне... А, я испугалась, что у меня костюм сломался. Так. Так. Я что-то так... Слушайте, а как думаете, это он оставлял записи? Мне кажется, да. Ой, смотрите, тут бутылки. Да, тут он явно пил, либо не он. О, ребят, я ещё вижу. Мне нужен план, а точнее доски. Доски? Что? Смотрите, я вижу, что эти бутылки ведут на лестницу, значит, на третий этаж. Ого. Вода закончилась, пить нечего. Все мелкие озёра на улице наколены. Он пытался, получается, у неё закончилась вода. Он пытался остудиться в озере, но при этом ему зачем-то понадобились доски. Я ещё, знаете, что заметил? Бутылки ведут на лестницу на третий этаж. Тут везде бутылки. Ещё бутылки ведут. На крышу ведут теперь. Так. Чем больше воды, тем тяжелее её прогреть. Так, а это к чему? Туда открыт люк был. Всё. Подожди, доски для чего? Для плота, что ли? Стойте. Чем больше воды, тем тяжелее её прогреть. Он говорил, что, типа, вот эти озёра наколены... Чтоб наполнить их, да? Может, он сделал плод, типа, и поплыл в большую воду туда? Ребята, я кое-что заметил. Там видят доски. Там видят доски. Там видят доски. Капец. Ребят, походу, нам плыть сейчас придётся, но зато остудимся немного. Так. Я сказал, ты что отсюда? Может, это, наоборот, плюс даже. Я, я этот, упал, я не знаю, о чём делать. Я тут сейчас расшибусь, да? Нет, не должна. Ужас. Ты соскользнул. Давайте, я вас жду здесь, я вас жду. Ребят, я вон там супер далеко, очень-очень слабо, но вижу горящий плод какой-то. Поплыли? Поплыли. Вижу, 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 точно. Хорошо, что мы с вами плаваем достаточно быстро и можем туда доплыть очень быстро. Да, да, да. Ну, я думаю, то что да. Слушай, у него что, так доски накалили, что они горящие? Вижу его, это он. Капец, вот он даёт. Если пообщать, унесло в открытое от моря. Хорошо, что его настолько долго не унесло. Значит, это недавно произошло то, что он так уплыл. Давай, давай. Вот это жесть. Фу, все. Собираем. Два из трёх, а где третьего искать? Фу. Ну, можно вообще... Ну, давайте в этой деревне сначала поищем, потом в другую пойдём. Ой, я не знаю, может, хотя бы этих отнести сначала, я не знаю. Ну-ка, это третий, он вообще уже погиб, а мы вообще тут, я не знаю. Нет, надеюсь на лучшее. Мне хочется в это верить. Слушайте. Он просто находиться может где угодно. И я думаю, что в деревне его нет. Потому что когда была эвакуация, всех жителей заводили, дома все проверяли. То есть он не в деревне, значит, точно. Подожди, значит, он в этот момент что-то делал. Там, на рыбалке, не знаю, на охоте был, да? Ну, не знаю. Значит, она где-то на улице всё-таки была, не знаю. Слушайте, у нас ещё там пляж есть, помните, где попугайчики? Может, его исследовать. Пляж, думаешь? Я думаю, что... Где, не знаю, где угодно может быть вообще? Ну, что делаем тогда? Я предлагаю пока что вот этих отнести и... Чтобы им уже помощь оказывали, да, господи? Потом, да, потом уже посмотреть. Да, давайте. Погнали. Если вдруг он, я не знаю, назад может вернуться, либо ещё что-то. Может, ну, реально пришёл уже сам. Да, может быть. Слушайте, а что это вон там такое? Вон там. Да, куда я, что-то. Ну, он сам видит назад, смотрите. Он там ничего не замечаетесь со стороны. Красный флаг какой-то. А-а-а! А ты ручка флаг? А ты ручка флаг? А ты ручка флаг? Нет. Вот ещё тоже не помню, чтоб он там был. Может, этот флаг такой красный соски проозначает? Может быть. Нет, это строение какое-то, это же реально флаг, посмотрю, на ножки. Может, засыпало что-то? Может быть, я не знаю, давайте зайдём туда. Ну, не знаю, не туда, вернее, а как-то я не знаю. Поднимемся. Посмотрим, что здесь находится вообще. Тушите. Ой! Чё там? Чё там? Это он здесь? Он здесь валялся. Ооо! Он здесь реально валялся. Я ещё думаю, реально, чё это за конструкция такая странная. Хорошо, что он хотя бы флаг вот такой вот развесил. Мы его заметили и спасли благодаря этому его. Фух, ну всё, я вас поздравляю, а теперь нам незачем больше оставаться здесь на улице и прибегаю бежать назад, потому что, блядь, у меня кружочек этот, он уже, он уже снова очень сильно накаливаться начинает. Так, ё-моё, быстрее! А ещё, тем больше мы двигаемся, тем я больше потеть начинаю, и у меня реально очень жарко становится. У меня воды уже мало осталось с собой. Да ладно, у меня ещё воды очень много. Я осталась одна потулочка. И у меня именно сейчас... Мне всё время хочется. Слушайте, у меня сейчас, по-моему, уже индикатор гореть начнёт. Вот это у меня настолько красный уже оранжевый такой. А у меня не красный, у меня оранжевый яркий. У меня тоже ярко-оранжевый прям. Это ещё знаете? Он поднимается, у меня поднимается. У меня тоже, у меня тоже. Ааа, очень ярко оранжевый. Чё, вас от жары бьёт? Наступило в огонь. Нет смысла, давайте уже добежим до нашей лаборатории. Реально, терпите, короче, как-нибудь. Ребят, всё горю-горю-горю-горю. Полностью горю. Нобик, ты где-то? Я пеку, я пеку, я просто попил. Ё-моё, заходите быстрее. Иди, охота, слов нет. О-о-о-о-о, быстрее, Нобик, успеваешь? Я забежала. О, всё, температура вниз пошла. О, закрывайте, давайте быстрее внутрь. О, прохладненько, ё-моё. О, классис, слушай. Дайте этот костюм с ним уже, наконец-то, ребят. Какой же кайф у нас здесь. Как хорошо, что у нас такая база теперь есть, прикольная. Слушай, как она вовремя, а? Что бы мы сейчас делали? Согласен. Так, доктор, быстрее у нас пациенты. Так, трое получается. Первая помощь нужна. Так, резко, держи, Нубик. Так, мы их на пол или на кровати? Не, не, вот сюда, на кровати, по бокам кладите их. Опа. Всё, один готов. Так. Второй готов. Всё. Третий. Где он, Леска? Ты куда его дело? Я положила. А, вот же он. Где? Вот. Ё-моё, Леска, ты что с ним сделала? Ты что, в стенку утопил? Он что, задохнётся там совсем? Скорее, давайте. Двигайся, Нубик. Опа. Всё, так, нормально. У кого железная, Блок? Док, у них перегрев очень сильный. Нашли их без сознания на улице, возможно, обезвоживание. Ну, всё нормально. Сейчас поставим капельницу, всё посмотрим. Но я думаю то, что... Главное, что они живы. Ну, это... Это правда. Это да, естественно. Фух, ладно, Док, мы пойдём. Фух, ребят, всё, я пока эта жара не закончится, на улицу я больше не выйду. Так что... Ой, моя водичка. Всё. Остаёмся здесь, будем охлаждаться, сейчас пойдём в компуктер играть и будем кайфовать, и всё. Друзья, ну что же, вот такая сегодня получилась серия, так скажем, пришлось таки нам всё-таки выйти на улицу, но главное, что с жителями всё в порядке, все живы, здоровы. Ну, а на связи был Шадимэн. Всем удачи, хорошее настроение, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok